здравствуйте дорогие друзья опять с вами одна австралия в полном составе я александр петров и наш эксперт миграционный агент друг любитель котиков лёшечка и тема сейчас достаточно жесткая достаточно для меня сложная тема достаточно большого количества отказов которые мы получили по 12 отказов получили в течение нескольких дней прямо как полоса если до этого была полоса сперва все визы давали потом четыре отказа подряд до 2 дня потом все визы давали там 12 отказ правда одну визу мы получили в этот же момент это была виза на высшее оборудование кингсон институт вот соответственно кое все визы которые все подачи которые были все визы получили но это как бы мы перейдем к следующему вопросу у тебя были студенты и подавались через тебя через миграционного агента и тоже был отказ да значит а скажи лёша твое мнение реальная причина отказа потому что то что пишется это похоже что было написано вообще под копирку что могло реально быть за этими отказами твое личное экспертное мнение личное мое мнение я думаю что им не очень нравятся курсы то есть они хотели бы чтобы человек ехал побольше бы денег оставил здесь сразу и сразу бы на это подписался что он готов поставить и на курсы а что-то более серьезное мне кажется вообще австралия в этом плане как что касается департамента иммиграции ну этот home affairs у них практически все про деньги если вы мало везете то тогда вам больше вероятности отказа ну если вы мало привезете денег чем больше привезете тем больше вероятности того что визу дадут то есть все очень цинично это было всегда но как объяснить когда то что в начале целый пучок виз на те же самые самые курсы языка вообще это все были братья и сестры близнецы все все вот эти подачи они были на типичные для австралии 48 недельный курс английского языка и ты знаешь согласно кодексу на акту education services для иностранных студентов образовательные услуги очень все ограничено 20 часов должны быть в неделю английского языка четыре дня по пять или пять дней по четыре часа что эти часы не академические а 60 минутные считается короче говоря здесь все очень сильно зарегулировано получается что программа одна college один все одно и то же а сперва даются куча виз потом куча отказов куча виз и куча отказов как это объяснить как будто они пытаются регулировать поток то есть сейчас у нас слишком много людей мы можем выбирать там будем выбирать каких-нибудь я не знаю чехов словаков поляков а потом у нас их нету надо кого-то еще будем давать тем кто подается у кого выше уровень образования вот все все отказы были даны одним офицером но мой опыт говорит как опыт татьяны ли в свое время в москве замечательный человек которая вообще не давал отказов ни до ни после в течение двух месяцев она как ты уже говорил да она дала порядка 26 отказов даже на высшее оборудование по-моему тогда это был милин бизнес колледж или кинсо институт я уже точно не помню веленс по-моему вот значит ли имя офицера что-то или нет ну я бы не сказал что значит конечно да у офицера он же тоже человек у него может быть какое-то предупреждение каким-то людям конкретным но тут скорее всего я думаю главный фактор это то что офицер низшего уровня который рассматривает ваше заявление изначально он не имеет права давать отказы это может быть только офицер по моему второго уровня если память не изменяет по моему сейчас уровне стало то ли 5 то ли 4 что-то такое но раньше было три и вот мог только офицер второго уровня давать отказы то есть третьего уровня не мог давать что в принципе объясняет почему один офицер дает отказ то есть это один и тот же визовый центр скажем не на белград или лондон может быть и где-то еще вот этот человек дает отказы так как он находится в этом центре он находится над теми офицерами которые изначально рассматривают ваши визовые заявления то есть если у офицеров третьего уровня есть какое-то сомнение да по поводу отказа или нет он его обязан передать вот офицеру который над ним стоит я думаю это объясняет отказа то есть кстати первый уровень никогда этим не занимается то есть первый уровень отцы senior migration офиса но senior migration само да а он всегда отвечает на вопросы министра миграции запросы членов парламента через секретариат департамента миграции мне по крайней мере отвечали в москве вопросов сербия пока не имею как играет уровень учебного доведения уровень образования на выдачу виз то есть обязательно цена или уровень сейчас сейчас учебные доведения дорогие даже они скидывают в два раза стоимость обучения порой то есть если раньше это было там какая-то четыреста там 15 долларов и сейчас тебе могут дать до 230 долларов а 230 долларов это по многим показателям это дешевое обучение на играет ли уровень что это университетское образование или уровень образования играет и уровень университета тоже играет роль достаточно серьезную то есть допустим если человек подается на докторскую то он конечно это так не смотрит но с точки зрения австралии он повышает престиж австралии так к нам едет учиться там не знаю 5000 докторов а в канаду едет всего 2 например это повышает престиж страны естественно они будут давать такие визы даже несмотря на то что может быть это образование будет не самым дорогим ты очень хорошо ответил на тот вопрос который я тебе не задавал программу который я должен был тебе задать это всем ребятам которые собираются ехать на докторские программы которые боятся того что это уровень большой что они там чуть не осилят что у них будут какие-то проблемы ну во-первых не будет горшки обжигает во вторых вы видите что алексей сказал а я вот кстати не спрашивал просто дал такую информацию и опять-таки насколько мы с лёшей знаем на докторские давали экземп даже когда австралия была закрыта не на все ресерч но на многие мастер баре сёч и доктора философии когда дать еще к этим 16 или 17 секторам которые объявлены приоритетными то вообще думаю будет проще ну а зачем мы будем поддаваться на какие-то другие смысл так что мотайте на ус если придет власть и новое правительство и если придут скорее всего либо аресты тут уже почти нет сомнений но вот то могут быть сложности с открытостью австралии ничего не ясно пока и нету даже проблеска какой-то идеи среди представителей парламента начиная от кристины кинели которая теневой министр миграции самого антони албанезе который будущий типа премьер-министр лидера позиции никто из них вообще на эту тему не распространяется но на мой взгляд ввиду того что они защищают интересы наемного труда больше чем капитала соответственно они защищают рабочий рынок зачем рабочим здесь дешевая рабочая сила она будет давить на заработки рабочего класса австралии поэтому очень бы рекомендовал все-таки заняться делом и издать английский идти на ресерч потому что это будущее и если вы хотите быть такими необразованными глупыми людьми как некоторые блогеры это ваше как бы право а если вы хотите вот как человек который показал нам замечательного кота сальвадора черненького такого если вы хотите иметь образование уровень такой как у лёши чехунова в принципе и мой тоже то тогда постарайтесь все-таки учиться и даже если сделаете докторскую то вы нас с лёшей переплюнете я думаю никто из нас не будет об этом жалеть мы гордимся многие переплюнут наши клиенты я тоже тоже на это надеюсь потому что как бы я хотел дружить с людьми которые все богаче и умнее меня я хоть что-то бы почерпнул может где-то 100 долларов занял но задача естественно это значит я не помню кто сказал если ты сейчас как же это было если ты самый умный человек в комнате то тебе надо быть в другой комнате абсолютно я даже где-то это читал у меня даже эта цитата по моему есть под одним из роликов знаешь а сзади иногда ставлю это очень умная вещь очень умная цитата в австралии да с этим тяжело но в австралии конечно свою комнату найти вообще тяжело потому что насчет образования кстати да я хотел сказать так как я тоже боялся ехать в австралию на учебу потому что у меня допустим статистика она мне не давалась школе и я вот ее боялся но уровень образования сейчас упал настолько что учиться ну очень просто я думаю даже на докторской это не будет какой-то большой проблемой это не то что учиться на докторской 20 лет назад докторская если естественные науки допустим инженерное дело то у нас будет объективно трудно потому что у нас я даже не знаю какая у нас индустрия развита по-настоящему а если брать ну это грубо называют бла-бла-бла науки то есть общественные науки какие-то гуманитарные дата может быть до бизнес финансы и так далее то я идти кстати здесь будет достаточно легко потому что но нет здесь такого уровня который есть даже той же самой белоруссии украине россии просто его нет потому что математическая школа здесь слабая здесь много что здесь на эту тему много говорить ты помнишь я давал ссылочку на статью где говорят забросили на 40 процентов больше денег в учащихся школ но их общий уровень развития упал до это время почему ну просто потому что а люди тупые и не в коня форм ну ладно бог с ним поехали на политика тоже так как тупыми управлять проще чем умными особенно когда тупыми управляют такие же тупые как они человек который гордится что он произошел от вора и проститутки ну чё у меня комментариев лично нет значит смотри а турвизы сейчас даются легче вот человек хочет приехать в австралию человек хочет приехать в австралию он и будет и учиться и жить нормально и там может останется как ему там есть желание на вот но ну ты сам чтобы тоже был виден как-то там согнись что ли котей кого прям пришел внимание требует отлично так вот ты бы порекомендовал подаваться сперва на туристическую визу а потом на студенчику уже находясь в австралии ну вот мне кажется вот сейчас люди теряют время и не делают себе визовую историю вот это вот я не понимаю окошко может быть очень короткая поэтому надо его использовать по максимуму ну спасибо совет потому что проблемы с трудоустройством проблемы с переходом на студенческую визу я помогу решить здесь у нас вся система уже отработана мы последние четыре года три четыре года до того как окрыли границу я бы сказал даже до середины 20 года мы фактически работали с туристами которые переходили на студенческие визы это были многие десятки даже сотня больше человек и только один человек получил отказ там была причина и очень веская причина получить отказ но это был один единственный отказ поэтому если меня поддерживаешь плане турвиз я я целиком и полностью почему турвиза ты понимаешь объективно большой риск для образовательного иммиграционного агента надо действительно быть уверенным в себе ибо человек приезжая сюда уже у него пелена спадает он видит реальное положение он видит реальных агентов что они могут и не могут сделать и болтуны здесь не прокатывают потому что здесь сотни людей которые могут дать оценку каждого человека не всегда это честная оценка но когда берутся сотни таких людей то в среднем истинно она выкристаллизоваться поэтому турвиза отлично чтобы ты еще посоветовал студентов кроме одного это уже даже не надо советовать учить английский язык ребята собирайте деньги и морально готовьтесь чтобы еще посоветовать но визовая история и если что посмотрите присмотритесь к образованию может быть чуть-чуть повыше на всякий случай чтобы перестраховаться допустим это идеально вообще если люди готовы идти на ресурс да это было бы идеально ну все лёша большое спасибо и опять-таки скажу лёша огромная благодарность тебе за то что показал этого замечательного сальвадора чихунова а у тебя кстати в его паспорте написано что он сальвадор чихунов нет просто написано сальвадор а у меня он кота была он чипированный табби петров прям фамилия петров написано котейка уже десять лет тому назад как ушел из жизни а до сих пор у меня лежит его почти что там написано табби петров ладно лёша большое спасибо а и до новых встреч я очень надеюсь что будешь вы будете часто появляться у нас в эфире спасибо тебе спасибо пока